МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем. Медикаменты, продукты и другие жизненно важные вещи прямо к дверям самоизолированных граждан. В Ненинском округе продолжают работать волонтеры. Вода с керосином. Жители Лавашского не на шутку обеспокоены ситуацией с водоснабжением внутри деревни. Самый новогодний магазин – кафе «Парикмахерская». В Дренмаре подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее украшение помещений и прилегающей территории. Для легковых автомобилей зимник на Ренмарусинск все еще закрыт. Напомню, временная дорога в республику Коми была открыта 16 января, но только для грузового транспорта. Как пояснили в профильном ведомстве, как только строители устранят неровности в ледовом покрытии, дорога будет открыта для всех машин. Это сделано в избежании застреваний, чтобы проезд был безопасен для легковушек. Напомню, общая протяженная зимника составляет порядка 55 километров. Скорость движения около 50 километров в час, на сложных участках – 30 километров в час. Для водителей, попавших в трудную ситуацию, должны работать три дорожно-ремонтных пункта, где можно отдохнуть и дождаться помощи. Почти две тонны писем и посылок за начало года получили жители Каратайки, Амдермы, Нижние и Верхние Пёши и Омы. Корреспонденцию доставили почтовыми кругорейсами. Напомню, дополнительное соглашение о совмещенных маршрутах между Почтой России и Наринмарским объединенным авиаотрядом было подписано в прошлом году. Это позволило не дожидаться чартерных рейсов для отправления посылок и писем. Благодаря кругорейсам ускорилось время доставки до удаленных населенных пунктов, а также снизилась нагрузка на сортировочный центр. Впервые такой почтовый кругорейс был выполнен 25 ноября 2020 года. Всего в прошлом году было отправлено 9 кругорейсов, а также 74 чартерных рейса. Общий вес отправлений за 2020 год составил 85 тонн. Жители Лабожского не на шутку обеспокоены ситуацией с водоснабжением внутри деревни. В конце 2020 года в дома Лабашчан стала поступать вода с запахом керосина. Спустя сутки подачу жизненно необходимой жидкости подозрительного качества прекратили. Но, как говорится, осадочек остался. Репортаж Алины Волчейской. Вот она идет, светло-желтая. Ну, такой водой, по крайней мере, можно пользоваться. Сегодня Наталья Канева может без опасений заняться делами по хозяйству. Женщина хоть и живет в деревне, но помощью современной бытовой техники, естественно, пользуется. Как-никак 21 век на дворе. Кабинку поставили, посудомоечная машинка у нас. У нас все есть. И вот подключают нам такую воду, которой невозможно пользоваться. Вся техника у нас полетит просто-напросто. В декабре лабощане не на шутку обеспокоились качеством воды, которая стала поступать в дома. Что говорится, на ушах стояла вся деревня. Вода очень вонючая. Она пахнет керосином, железом. Она сразу идет прозрачно. Немножко постоит, она желтеет. При нагревании она становится бурая, бурая. Ей вообще невозможно. Хорошая хозяйка такой водой не станет даже мыть полы. Это у нас фильтр для воды, очистки воды. Вот он идет. Вот идет и второй фильтр. Это уже идет мембранный. Это грубые очистки. Вот, пожалуйста, смотрите, какая вода у нас шла. Очистные фильтры забились за несколько часов. Николай Жахеев, он, кстати, сотрудник Севержилкомсервиса, сразу же позвонил в головной офис и сообщил о том, что вода из новой установки непригодна для использования. Они не справляются просто. Два фильтра стоит, они не справляются. Вода идет все равно грязная. Обалдеть. И цена. 246 рублей за вот эту кашу. Так вот, я не знаю, как такое водой мыться. Я даже попробовал помыться, когда пришел с работы, не мог. Там выпачкаться, за месяц пачкаешься больше, чем вымоешься. Лобощане негодуют. Даже если это и техническая вода, она не должна содержать никаких посторонних запахов. Ведь некоторые сельчане, например, пожилые граждане, и вовсе эту воду употребляют в пищевых целях. О проблеме тут же доложили старости деревни. Леонид Суслов в свою очередь сообщил, куда следует. Спустя сутки подачу воды из новой установки прекратили. Водоснабжение возобновили по старой схеме через водонапорную башню. А когда в деревню приехали сотрудники Севержилкомсервиса, имя было принято решение отмыть емкость. Они сказали, будем мыть. Будем ездить сегодня, приедем будем мыть, завтра приедем будем мыть. Я говорю, ну у вас денег много, конечно, ездите, мыйте. Только, говорю, ферри даже нет мыть даже. Не только чем-то. А холодная вода, там из-под земли вода бежит, там ледяная. Николай Жахеев сказал, что должна быть по документам новая цистерна. Новая должна была куплена где-то была. И куда-то она упала. Водопровод в Лабашском был построен около 20 лет назад. Все это время жители деревни пользовались водой, которая поступала из Печоры через водонапорную башню. В 2020-м было принято решение провести модернизацию. В населенном пункте построили модульную станцию. Именно из этого помещения в дома Лабашян попадала вода. Вот насосная станция, она качает воду из скважины. Далее вода попадает в эту цистерну. И жители деревни уверены в том, что раньше в этой емкости хранили керосин. Спустя некоторое время в Лабашское прибыла комиссия, в которую вошли несколько сотрудников Заполярного района и Севержилкомсервиса, а также глава Великовисочного сельского совета. Данная вода имеет характерный запах. При кипячении она меняет цвет. У нас эти все фотографии есть, она такого темного цвета. Был забор воды в бутылках, проведен Заполярным районом. Две тары было. И одну емкость мы отправили тоже на независимую экспертизу. Это просто от жителей села. Эксперимента ради мы попросили, чтобы нам включили эту воду из цистерны. И мы видим, что она прозрачная, то есть она не желтая, но запах стоит ужасный и пахнет действительно каким-то топливом. Как пояснили в администрации Заполярного района, 13 января в деревню выезжала рабочая группа для выполнения визуального осмотра емкости. По результатам осмотра было выявлено значительное превышение железа окислившегося. Было принято решение о промывке данной емкостью, обеззараживании и последующей промывке. Превышение окислившегося железа вызвано тем, что емкость значительное время, более трех недель, находилась без циркуляции воды. И осуществлялась непосредственно обогрев этой емкости, для того, чтобы она не замерзла. Специалистами Заполярного района и Север-Желкомсервиса были проведены работы по очистке и обеззараживанию емкости. На днях из цистерны снова отберут пробы, и уже по результатам лабораторных исследований будет принято решение о вводе емкости в эксплуатацию. Алина Ваучейская, Леонид Шишелов, Телеканал Север, Деревня Лабожская. А это история про сельский колодец и счастливым концом. Пенсионеры села Тельвицка обратились в муниципалитеты в редакцию телеканала Север. Проблема – трудности в использовании питьевой колонки, расположенной на территории поселения. Почему неудобно набирать воду и чем закончилась история, расскажет Ольга Русул. Сельский колодец, приспособление нехитрое. Прикладываешь карточку, списываются деньги, получаешь воду. Но разобраться с ним пенсионерам бывает не по силам. Очки даже приходится снимать, я не вижу. Так, та же карту положила, воду набираю, вода бежит. А потом вода бежит и плывет, плывет. Я говорю, остановить не могу. Я ручок спускаю, не останавливается. Ещё один сельский сторожил – Василий Семяшкин. Он рассказывает, как, столкнувшись с проблемой, пожилые люди обратились в сельсоветы к депутатам муниципального образования. С просьбой помочь разобраться с замудрённым колодцем и сделать его работу более удобной для пожилого населения. Так-то у меня руки худые. Я этим прижал, да ещё удары бежит. Поднял, выключил и всё. А то поставил, а мне талантик в руки даже не взять. И он вальца такой гердак. Поэтому жители поселения попросили главу и муниципальных депутатов оказать всевозможную помощь. Те, в свою очередь, совместно с руководством, обслуживающей колодец компании «Энергия», обследовали объект. В ходе рабочей группы было принято решение и поручено обслуживающей организации выделить рабочего, определить время дня недели, который будет помогать нуждающимся в заборе питьевой воды. Вставлять карточку, помогать набрать ёмкость воды, всё прочее. Пенсионеры такой оперативностью муниципальных властей остались довольны. Теперь надеются, что рабочий по обслуживанию колодца будет регулярно помогать им набирать воду. Как против тебя делать, если так, так никто не убирается. Напомню, муниципальное предприятие «Энергия» оказывает услуги водоснабжения населению через нецентрализованные системы холодного водоснабжения, питьевые колодцы на территории села Тельвиска и деревни Устье. Ольга Руслова, Антон Водряков, телеканал «Северсело Тельвиска». И теперь информация об эпидемиологической обстановке. За 17 января в Неницком округе было зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, в регионе официально зафиксировано 845 случаев заболевания COVID-19. 40 заболевших находятся под наблюдением с подтвержденным диагнозом. Из них получают лечение в стационаре 12 человек, а 28 находятся на амбулаторном лечении. По данным медицинских учреждений, 17 января выздоровевших пациентов зарегистрировано не было. Напомню, в округе продлен режим повышенной готовности до 31 января 2021 года. В этот период запрещено проводить массовые мероприятия, действует масочный режим, а также двухнедельная самоизоляция по приезде. Помимо этого, до 25 января люди старше 65 лет также должны находиться на самоизоляции. Исключение составляют работники сферы образования и здравоохранения. До 28 февраля работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим не менее 30% своих работников. Ненинский округ полностью готов к старту массовой вакцинации от коронавируса. Жители региона могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин. С 18 января министерством здравоохранения были сняты ограничения на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Таким образом, теперь привиться могут и граждане старше 60 лет. Записаться на прием можно по телефону или через портал госуслуг. И вакцинироваться могут лица с 18 лет начиная и без ограничений. Общее противопоказание, как обычно, по всей вакцинации. То есть решение о том, подлежит ли гражданин вакцинации или нет, принимает врач после физикального осмотра пациента. На сегодняшний день в Ненинском округе прошли вакцинальный цикл 152 человека. 283 прошли первый этап. На следующей неделе в регион ожидается поступление более тысячи доз вакцины. На самоизоляции продолжают находиться граждане из групп риска и больные ковид-19 на амбулаторном лечении. На постоянной основе волонтеры привозят им необходимые лекарственные препараты. О том, как организован процесс получения медикаментов и доставка к двери в следующем материале. Пакеты с медикаментами каждый будний день волонтеры забирают из аптеки и отвозят тем, кому они так необходимы. Людям с хроническими заболеваниями старше 65 лет и находящимся на амбулаторном лечении от коронавирусной инфекции людям. На дом вызывают терапевта. Он им выписывает рецепт. Соответственно, в поликлинике волонтеры эти рецепты забирают, относят в аптеку. Там формируется пакет уже по льготным рецептам. И волонтеры каждый день с понедельника по пятницу развозят данные лекарства. За день таких пакетов с медикаментами может быть от 3 до 20-30. И каждый из них без задержек отправляется к своему адресату прямо из рук волонтеров. Волонтеры сами могут к нам прийти, захотеть, изъявить желание поучаствовать в акции. Плюс они могут еще заполнить заявку на сайте «Мы вместе». И мы их уже добавляем к себе в беседу, где пишем все заявки. И волонтер откликается, тот волонтер, который может отработать данную заявку. К добровольцам решил присоединиться и депутат Государственной Думы России Сергей Коткин. Он лично разнес необходимые медикаменты по заявкам для людей старше 65 лет. Я счел своим долгом сегодня с ними поработать, походить, посмотреть, что это такое и не на себе почувствовать вот эту работу. Огромное всем спасибо, просто низкий поклон. У нас замечательная молодежь, которые действительно достойные представители наших отцов, дедов и прадов. Низких и абсолютно безвозмездно, по доброй воле встали, пошли и помогли. Волонтерским центром «Единой России» совместно с Региональным ресурсным центром добровольчества такая поддержка оказывается регулярно и безвозмездно. Обратиться за помощью в доставке медикаментов можно по номеру телефона 601-88. В Наринмаре выбрали победителей конкурса на лучшие новогодние украшения помещений и прилегающие территории среди организации общественного питания, бытового обслуживания и торговли. Кто стал победителем, знает Александра Литкова. Еловые шишки, офисная бумага, фетр, нитки и пенопласт. Чтобы украсить помещение к новому году, в ход идут любые подручные средства. Готовыми гирляндами из магазинов сейчас никого не удивишь. А изделия, выполненные своими руками, оцениваются намного выше. Светлана Миклина свой салон красоты начала украшать еще за месяц до праздников. Говорит, на победу в конкурсе не рассчитывала. Готовились к конкурсу мы тщательно, с удовольствием. Использовали материалы самые разные. И природный материал использовали, что-то покупали в магазинах. Все своими руками практически сделано. И буквально за пару, за три-два дня вот так вот. Второе место заслуженно досталось семейному кафе. Индивидуальный предприниматель Надежда Самойлова увлекается вязанием. Поэтому конкурсу, в котором также участвуют впервые, связала главных символов праздника Деда Мороза и Снегурочку, а также бычка. Мы решили участвовать в этом году, чтобы создать атмосферу для наших посетителей, показать, что можно своими руками изготовить атрибуты, украшения. Как признаются конкурсанты, самым сложным было сделать снежную фигуру, которая была обязательной для участия. В этом году очень мало снега, поэтому с этим вопросом были трудности. Но мы все-таки собрали весь снег с Наринмара. Ведра набрали воды. Снег не лепился совсем. Он был как рассыпчатый песок. Поэтому набрали бедра воды. Туда бедра засыпали снег, с водой перемешивали и скатывали таким образом такие шарики, чтобы получился наш снеговик. Магазин бытовых товаров стал третьим победителем конкурса. Здесь к украшению помещений подошли по-своему и предложили поучаствовать в нем и своих покупателей. В начале декабря мы объявили такую акцию. Называлась она «Снежинки красоты». Все участники приносили свои снежинки, сделанные своими руками. И мы благодарили их масочками тканевыми, нашими брендированной продукцией. Конкурс по новогоднему украшению среди организаций торговли, бытового обслуживания и общественного питания проводится администрацией Наринмара восьмой раз. Количество участников растет из года в год, а сами украшения становятся оригинальнее. Поэтому и победителей выбрать непросто. Комиссия оценивала по прилегающей территории, по светомому оформлению, по каким-то еще определенным декорам, которые были выставлены за пределы помещения. Также оценивалось само помещение и украшение помещения. Оценивались ценники новогодней тематики, прескуранты, одежда. Это очень сильно поддерживается, что была одежда у предпринимателей именно в новогодней тематике. Победители получили гранты на развитие бизнеса от 20 до 50 тысяч рублей. Остальные участники – сувениры и благодарственные письма. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, Телеканал «Север». 2021 год встретил нас самым холодным январем за последние несколько лет. Крещенские морозы взяли свое. Боятся ли жители города холодов и как низкие температуры влияют на состояние здоровья, кожи и волос? Ответы на эти вопросы в материале Юлии Казначеевой. Январь 2021 года выдался холодным и бесснежным. По сравнению с 2020 осадков выпало почти в 4 раза меньше. А средняя температура воздуха на несколько градусов ниже климатической нормы. Относительно теплым в регионе был декабрь. Поэтому, конечно, зима должна была взять свое и ударить сильными морозами. Как вы спасаетесь от морозов? От морозов? Я вообще от мороза не чувствую. Я на севере живу давно, я их не чувствую, морозов. Если только сильный ветер, а когда ветра нет, все хорошо. Как от морозов спасают? Бегу-бегу. Лицо закрываю маской, руками. А вы переносите морозы? Нормально. Я вообще-то привыкла к морозам. Положен мороз, зима зима на улице. Как вы думаете? Крещенский начинается морозы, крещенский. И все будет. А как вы спасаетесь от морозов? Дома сижу. А переносите как? Нормально, я же сильный человек. Ну, нормально. Вроде не обморозились ни разу. У вас возникают какие-либо проблемы в связи с такими холодами? Проблемы? В плане здоровья или что? Да вроде бы нет. Нам хорошо. Жители северной столицы не боятся холодов. Впрочем, следует напомнить о том, как зима с ее морозным воздухом влияет на наш организм. Например, серьезный вред, минусовые температуры могут нанести внешнему виду нарьинмарочек. Стилисты поясняют, холода губительны для структуры волоса. За счет низких температур волос отдает очень большое количество влаги. Поэтому его нужно хорошо увлажнять в этот период. Главное, волос в зимний период времени хорошо увлажнить. То есть это могут быть несмываемые крема, кондиционеры увлажняющие, несмываемые кондиционеры питательные. То есть, да, и повторяюсь еще раз, хорошо их высушивать. Также мы можем использовать что в салоне? Периодически приходить в салон для того, чтобы обрабатывать сеченые кончики волос. Также глубокое кондиционирование волос именно профессионально, которое сделает вам качественно профессиональный стилист. Чтобы узнать, каких морозов нам ожидать от января на территории округа и является ли такое похолодание климатической нормой, отправляемся на Нарьинмарскую метеостанцию. В ближайшие дни на территории НАУ ожидается усиление мороза. И в период примерно с 18 по 23 января температурный фон будет ниже климатической нормы. В начале периода примерно на 4,6 градусов, в конце периода аж на 12 градусов ниже климатической нормы. И составит температура воздуха примерно минус 34, минус 39 градусов. На следующей неделе влияние антициклона ослабеет. Ожидается небольшой снег, но температурный фон для территории Ненецкого округа сохранится ниже климатической нормы. Юлия Казначеева, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, Телеканал Север. И на этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...